Для дальнего приема телеметрии ADS-B было решено воспользоваться симфазным вибраторным рядом, более известным как коллинеар. По сути, коллинеарная антенна представляет собой группу полуволновых излучателей, расположенных на одной оси и запитанных симфазно. Поскольку поперечный размер общего излучателя становится больше одиночного полуволнового, то и ширина ДН в главном луче вертикальной плоскости уменьшается и прижимается к горизонту, а усиление соответственно возрастает. К примеру, при уже при трех звеньях усиление, приведенное к одиночному полуволновому, составит 3,2 дБ, а для 5 – более 5. В случае использования полуволновых отрезков коаксиального кабеля, можно значительно центральные проводники предыдущего и последующего полуволнового элемента вставить в оплетки друг друга. Буквально за час на базе 75-омного Финмарка F660 было изготовлено 10 полуволновых элементов, длина которых для частоты 1090 МГц с учетом укорочения составляет 114 мм. Нарезать их следует чуть большей длины с учетом монтажа центральных жил друг друга. Тот же Финмарк кабель служит эфидером. Результат, как видите, довольно неплох. Радиус попрытия составил более 600 км для высоты полета, более 8900 м, 8900 м, и точки подвеса приемной антенны порядка 117 м над уровнем моря. На этих частотах вообще интерес представляет как раз именно максимальная дальность при малых высотах передающей антенны транспордера и нашей антенны. Оценить дальность прямой видимости в километрах можно по известной эмпирической формуле, как коэффициент 4,12 умноженная на сумму корней квадратных из высот антенны метров.